Друзья, приветствую вас, канал эстетической красоты и психологического здоровья снова с вами, и я Ольга Буганова. Сегодня хочу наш сюжет посвятить тому, чему вы задаете этой теме, посвящаете много-много вопросов, как лучше работать на себя или работать в салоне, работать на кого-то. Это очень важная тема, особенно для начинающих мастеров. И сегодня такой небольшой репортаж о том, как я начинала работать. Работала я в клинике питания. И вот это здание Омега Плаза, я здесь тоже проработала в салоне красоты Ангел 7,5 лет, а сейчас я работаю через дорогу вот туда, вот туда, там тоже есть дверь, здесь прекрасные фонтаны, здесь много бизнес-центров. Это очень важно, что большая проходимость, много людей, много клиентов, это очень важно. То есть, вы понимаете, что важно очень работать в одном и том же районе мастеру, не нужно перебегать из одного района, если это большой какой-то центр города, да, не центр города, а вообще большой город в России. Если маленький городок, то да, не важно, где вы работаете. Если это большой город, то лучше работать, конечно, в одном районе, потому что клиентская база формируется в одном районе, особенно для начинающих мастеров. Лучше не перебегать из салона в салон. Потом, когда вы уже обрастете клиентами, тогда уже можно себе позволить выбрать то место, где вам комфортно и работать там. Сейчас я покажу, где я работаю. Вот там дверь тоже, бизнес-центр Омега-2, это была Омега Плаза, и мой кабинет. И потом расскажу о том, какие плюсы, какие минусы работы на себя и на что нужно обратить внимание, начиная работать на себя и начиная работать в салоне. И мы продолжаем. Вот этот кабинет, где я работаю. На самом деле это просто офис в бизнес-центре, и он находится, как вы поняли, уже от тех мест, где я работала недавно. Это очень важно, потому что клиентская база в этом районе. Заходим в офис. Здесь я сделала ремонт. Вот это как раз один из минусов работы на себя. Если вы хотите начинать работать на себя, здесь, конечно, извините, не очень все супер доделано, валяется вода. И если вы хотите работать на себя, конечно же, вы должны сначала вложиться. Вы должны вложиться в рекламу, вы должны вложиться в ремонт. Здесь просто был офис, здесь сделали два кабинета. Вот здесь один маленький такой кабинет. Я его сдаю тем, у кого уже есть клиентская база. Там что-то тоже набросано потихоньку. И вот здесь мой кабинет. Наверное, вы уже видели его не раз на видео. То есть вот он, мой кабинет. Здесь пришлось установить душевую, вложиться в ремонт. Подрядчики бизнес-центра берут намного больше, чем другие ремонтники. Ну, вот такой вот небольшой ремонт. Самое, мне кажется, большее денежное вложение после ремонта – это были полотенца. Это даже не кушетки, потому что кушетки еще не стационарные, переносные. А полотенца достаточно большого количества денег требуют, потому что их много. Также все есть термоодеяло. И сейчас я хочу рассказать о некоторых моментах. Где, наверное, лучше рассказывать? Здесь. Сяду на стул и расскажу о некоторых нюансах работы на себя. Если вы начинающий мастер, то, конечно, лучше устроиться в салон. В чем плюс? Салон должен, естественно, обеспечить вам клиентскую базу. Что должен делать салон? Салон должен вас рекламировать как мастера. И пока вы находитесь в салоне, он должен вам давать клиентов. Поэтому салон и берет в основном 50 на 50. То есть вы 50% получаете, салон 50. Но он рекламирует, у него есть сайт у этого салона, он снабжает вас одноразкой. Вся продукция ваша. Кремы, масла, если вы работаете в спа, это пилинги, обертывания. Все это ваше. И работаем 50 на 50. В этом плюс. Вы не заботитесь о том, что нужно убрать кабинет, о том, что нужно постирать полотенце, о том, что нужно заказать одноразку. И о том, что нужно заплатить аренду, что самое важное. Это все делает салон. Поэтому вы ему отдаете свои 50%. Если вы работаете на себя, то вы должны это делать. Вы должны вложиться в сайт, вы должны вложиться в съем помещения, вложиться в полотенце и во многое чего еще другое. Поэтому начинающим специалистам я бы рекомендовала лучше устроиться в салон. Наработать более-менее большую клиентскую базу. Можно хотя бы год-два поработать в салоне, делать скидки, презентовать себя, чтобы мастер, работающий с бонусами, заработать клиентскую базу. И потом уже можно снять помещение недалеко от этого салона. Клиентам не так будет тяжело перестроиться, ездить на другой конец города или в какое-то вообще далекое путешествие пускаться, чтобы найти вас. Вы работали в салоне и тут же вы можете работать рядом, снять кабинет для себя. Это может быть в офисном центре, это может быть также в салоне, потому что многие салоны просто сдают кабинеты. Это может быть в фитнес-клубе. В фитнес-клубе, если вы снимаете кабинет, это очень выгодно, потому что есть уже поток клиентов из фитнеса. И также те клиенты, которые когда-то были вашими в салоне, они также к вам перетекут. Что очень важно делать, пока вы работаете в салоне, лучше с клиентами общаться, не сказала бы, что по-приятельски, но общаться на самом деле более близко. Делать им какие-то скидки, чуть-чуть побольше делать массаж, обмениваться телефонами и эти телефоны уже у себя в телефонную книгу записывать. Говорить о том, что если вас спрашивают, что я потом планирую развиваться, вы не могли бы дать свой телефон на всякий случай, может быть я дальше буду расширяться, развиваться, чтобы не потерять с вами связь. Конечно, вы это не будете делать на первом, на втором, на третьем сеансе массажа, но со временем, когда уже человек берет курс, приходит вам четвертый, пятый раз, это можно в принципе сделать. Вы не были бы против, если мы обменяемся телефонами на всякий случай. Здесь ничего плохого нет. Также можно, например, договориться с администратором, заплатить ему деньги и администратор скачает вам базу данных. Всегда все продается и покупается. Почему нет, Михаил, ты улыбаешься? Такие советы, но на самом деле, да, такое есть. Наш оператор Михаил улыбнулся. Ну, может быть это смешно, но это продуктивно. Если вы решили быстро уйти, вы не набрали все телефоны клиентам, клиентов своих, подходите к администратору, если он, конечно, не сестра, не брат и не дочь учредителя, и говорите, вот администратор, я тебя благодарю, дорогой кот ему, сколько это стоит, он скачивает базу данных на флешку и все ваши клиенты у вас на флешке. Ну, то есть могут быть разные способы, долгие, быстрые. Вот я рассказала о всех плюсах, о всех минусах. Может быть не о всех, но о таких достаточно самых актуальных, как мне кажется. Поэтому вам решать работать на себя или работать в салоне, времени, но я точно знаю, сейчас я уже работаю на себя, я сама контролирую свое время, сама контролирую список расписания, когда мне отдыхать, когда мне работать. Это очень важно. Минус только один для меня – это аренда. То, что я стабильно должна в месяц аренду заплатить. А так, конечно, если я с ней справлюсь в этой аренду, будут клиенты идти с сайта, с инстаграм или сарафанное радио, что тоже очень важная реклама сарафанное радио, друг другу, когда люди передают. Я никогда не пойду работать в салон. Так что моя сейчас цель – справиться с арендой, платить ее каждый месяц и уже, чтобы мной не руководил никто, не говорил, когда мне и что делать. Я человек организованный, поэтому я думаю, что у меня все получится. Друзья, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки и до встречи!